Как американский миллиардер спасал чужие салоны красоты в разгар пандемии? Создатель средств по уходу за волосами Джон Пол Митчелл Системс стал миллиардером благодаря маленьким салонам красоты, покупавшим его шампуни и кондиционеры для своих клиентов. В разгар пандемии предприниматель бесплатно раздал партнерам свою продукцию больше, чем на 4 миллиона долларов США, чтобы помочь им удерживаться на плаву. В 1980 году Джон Пол Де Джорио вложил все свои сбережения в размере 700 долларов США в производство нового шампуня, который он разработал вместе с парикмахером Полом Митчеллом. С партиями шампуня в обычных белых флаконах с черными надписями, на цветную этикетку денег не хватило, Де Джорио лично обходил салоны красоты в Лос-Анджелесе и предлагал парикмахерам продукцию нового бренда. Бывало, что ночевать ему приходилось в своем старом Роллс-Ройсе. До многих удалось достучаться, и парикмахерские стали покупать товар. А потом еще и еще. Со временем торговля от порога до порога переросла в обширную бьюти-империю под названием Джон Пол Митчелл Системс. По оценкам Forbes, выручка компании за 2019 год составила около 900 миллионов долларов США. Сам Де Джорио охотнее рассказывает о своих скромных начинаниях, нежели о финансовых показателях. Благодаря линейке средств ухода за волосами и бренду Текилы Патрон, который бизнесмен создал в 1989 году и в 2018 продал более чем за 5 миллиардов долларов США холдингу Бакарди, Де Джорио стал одним из богатейших людей в мире. По оценке Forbes, состояние предпринимателя достигает 3,2 миллиардов долларов США. Несмотря на четыре десятилетия успеха, Де Джорио по-прежнему обязан львиной доле своих продаж независимым салонам красоты. Только два года назад он без особого энтузиазма начал торговать свои продукции через Амазон, чтобы эффективнее бороться с подделками. Тем не менее, розничная стратегия, приносившая бизнесмену доход на протяжении нескольких десятилетий, дала трещину под натиском пандемии COVID-19. Из-за введенных мер социального дистанцирования парикмахерские и барбершопы закрылись по всей Америке. По данным компании Ibis World, занимающейся рыночными исследованиями, это свыше 950 тысяч заведений с общим годовым доходом более 47 миллиардов долларов США. Продажи у нас упали в несколько раз, признает Де Джорио. Мы почти в момент потеряли приблизительно 60% дохода. Вместе с совладельцем Джон Пол Митчелл Системс, Ангусом Митчеллом, сыном умершего в 1989 году Пола Митчелла, Де Джорио бросился разрабатывать стратегию выживания бизнеса. Основных ориентиров у них было три – сотрудники компании, продавцы продукции и тысячи мелких салонов, которые были главной движущей силой сбыта товара. «Главным приоритетом стали собственные сотрудники. Мы должны были позаботиться о своих работниках и их благополучии, потому что салоны начали закрываться, а наши подчиненные переживать», – объясняет предприниматель. Нам хотелось, чтобы они поняли, их работе и карьере ничто не угрожает. Чтобы продолжать выплачивать заработную плату после падения продаж, Де Джорио и Митчелл выделили компании, недостающие 6 миллионов долларов США из собственного кармана. «Когда мы только основали компанию, у нас не было вообще ничего. Пусть даже сейчас у нас серьезные трудности и еще этот ужасный вирус, но сейчас наше финансовое положение гораздо лучше, чем в те годы», – не теряет оптимизма миллиардер. «Мы хорошо зарабатывали раньше, поэтому в черный день решили вложить деньги обратно в бизнес. Мы решили это буквально за полчаса». Конечно, не у каждой компании есть владелец-миллиардер с достаточным количеством наличности, благодаря которой можно продолжить работу и избежать массовых увольнений в разгар кризиса. Однако из стратегии бизнесмена на время пандемии можно извлечь важный урок о том, как лидеры индустрии могут использовать свое влияние и капитал для дальнейшего развития бизнеса, пока не стабилизируется экономика. Чтобы упростить жизнь дистрибьюторам, посредникам, которые закупают товар оптом и затем перепродают салонам, производитель продлил периоды оплаты и стал предлагать шампуни и краски для волос по скидкам. Это, в свою очередь, позволило им реализовать продукцию парикмахерским по более низким ценам и таким образом стимулировать спрос. Самая сложная проблема возникла с владельцами салонов. Тысячи малых заведений приобретали товар Пол Митчелл Системс на миллионы долларов, чтобы применять его в работе. Помимо этого, они были и главным двигателем торговли, сбывающим шампуни, кондиционеры и другие средства напрямую клиентам, чтобы те пользовались ими дома для ухода за новой прической. По мере распространения коронавируса вся индустрия встала, ведь для работы парикмахеров требуется непосредственное взаимодействие с клиентом, что подразумевает высокий риск заражения. Чтобы помочь малым заведениям удержаться на плаву, компания DeGiorio стала организовывать конференции в Zoom и создала специализированные онлайн-ресурсы для обучения владельцев парикмахерских новым протоколам безопасности и правильному оформлению заявок на материальную поддержку от государства. В ходе виртуальных встреч владельцев салонов консультировали, как увеличить выручку при повторном открытии заведений и рассказывали о новейших тенденциях и передовых техниках бьюти-индустрии. Чтобы смягчить финансовые потери заведений во время карантина, DeGiorio безвозмездно выдал салонам-партнерам товара больше, чем на 4 миллионов долларов США, которые они могли начать продавать, как только салоны откроются снова. «Обычно мы тратим на продукцию Paul Mitchell Systems около 2000 долларов США в неделю», говорит Лиз Монреаль, владеющая парикмахерской салон Инк в Сан-Диего. «А сейчас нам бесплатно выдали продукцию не меньше, чем на месяц. Так мы сэкономили больше 7 тысяч долларов США. И это стало для нас огромным стимулом для возвращения к работе», добавляет ее муж и по совместительству деловой партнер Генри Монреаль. В интервью 9 июля супруги заявили, что к мерам социального дистанцирования привыкать было трудно. Однако доход от бизнеса вернулся к уровню 75% от докризисного. Как бы там ни было, ситуация все еще нестабильна. 13 июля власти Калифорнии снова поручили приостановить коммерческую деятельность в помещениях, включая парикмахерские в тех округах, где проживает 80% всего почти 40-миллионного населения штата. Перед недавним возобновлением карантина Де Джори отметил, что по сравнению с самыми низкими показателями в мае, продажи бренда успели вырасти на 70%, но остаются на 30% меньше, чем до пандемии. Узнав о повторном закрытии предприятий в Калифорнии, он сказал, «Салоны красоты сделали все от них зависящее, чтобы открыться вновь, и мы не слышали ни об одном нарушении в таких заведениях». Будем надеяться, что текущий карантин скоро снимут. Несмотря на спад деловой активности, Де Джори говорит, что вместе с Митчеллом будет и дальше вкладывать собственные средства в компанию в условиях кризиса. С учетом того, что парикмахерским пришлось пережить за последний месяц, мы уверены, они полностью готовы снова вернуться к работе. Это будет непросто, но мы делали все необходимое и не раздумывали дважды. Давайте просто разберемся с этим. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok